Сегодняшнее видео называется «Когда я приношу извинения, я силен. Когда я гневаюсь, я слаб». Мы считаем, что смирение – это слабость. Быть кротким – значит быть слабым. Люди не будут с вами считаться, а гнев – это сила. Что ж, иногда так и есть. Гнев – это энергия. Но в целом, гнев большинства людей – это результат потери контроля. Так что это не признак силы. Если вы используете гнев, и это контролируемый гнев, который применяется ради блага, тогда это признак силы, но обычно это не так. Чтобы извиниться, нужно быть сильным. Уменьшение своего ложного эго требует силы. Быть смиренным трудно. Признать свою неправоту может лишь сильный человек. Часто мы действуем противоположным образом. Мы думаем, я не буду признавать, что я неправ, потому что тогда люди будут мной пользоваться. Мы говорили об этом в другом видео, где-то год назад. Часто, когда вы извиняетесь, это обезоруживает людей и позволяет им также быть уязвимыми, подумать и тоже извиниться. Об этом есть истории в Бхагаватах. Кришна попросил прощения у четырех кумаров за поведение Джая и Виджая. И тогда четверо кумаров тут же извинились в ответ, услышав это извинение. Итак, если мы посмотрим на поведение Кришны как Пуруши, как мужчины, мы увидим, что он омывает стопы, он просит прощения у Радхарани за то, что опоздал навстречу. Он не ведет себя агрессивно, за исключением случаев, когда эта агрессия необходима для защиты Дхармы. Это особенно относится к мужчинам, которые думают о физической силе и физическом контроле как о реальных мужских качествах и власти. В некоторых случаях так и есть. Но в каких-то случаях это не так. Это не мужское качество. Мужские качества — это смирение, умение признавать свои ошибки. Вот это настоящая сила. Простите меня, я признаю, что поступил неправильно. Некоторые из нас никогда не признают свою неправоту. Не нужно никаких сил, чтобы не признать свою ошибку. Однако требуется недюжинная сила, чтобы признать. Я неправильно сказал. Я поступил неправильно. Простите меня, пожалуйста, я хочу извиниться. Можно сказать, что требуется даже больше сил, чтобы в будущем этого не делать. Итак, мачо. Что значит быть мачо? Быть смиренным, быть добрым и терпеливым. Это качество благости. И в этом настоящая сила. Но страсть, агрессия, самодовольство — это гуна страсти, которая, как сказал Прабхупада, конечно, лучше, чем невежество. Но многое из этого также относится и к невежеству. Итак, нам нужно понять, в чём же истинная сила и как её проявлять таким образом, чтобы результаты были мощными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова